Делаем вставки, парни, успею проехать? Нет, тут, короче, за Мариинском Реверсивное движение, то, что дорогу делают, еще и поезда ходят Короче, уже часа два, может, два с половиной стою в пробке И вот уже, приближаясь к нашему переезду, так, ну, реверс мы прошли, вот, видать, регулировщик стоит Теперь лишь бы поезд не пошел Сейчас я засниму, да что снимать, что вы пробок не видели? Ну, там, я думаю, километров 10, наверное, пробка С нашей стороны там точно жесть, там до самого Мариинска, наверное Поезда же тут часто ходят, и еще и реверс, считаете, по одной стороне проезжают машины А, допустим, сторона идет-идет, бам, шок-бам, закрыли переезд, поезд пошел Короче, часа два с половиной, наверное, точно я тут зависал А, так это вот тут прям переезд делают, что ли Давай, лишь бы не закрыли Прямо перед моим носом Ну, я уже в полосу встал, мне назад дороги нет Сейчас я проеду и закрою Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Погнали-погнали-погнали Фу, проскочили Дверь закрой Переезд делают Там жесть, там все стоит просто Я не знаю, я проехал уже метров пятьсот, все стоит Так, у нас там что-то самослабо вроде показывал Все стоит здесь А, тут объезд еще Налево Ну, тут я, короче, еду, радуюсь, что у нас Вы выпустите Америку-то А, это ему тут некуда стоять-то Нам направо, нам правее, вон туда Давай, Питер, давай, назад-назад Есть место еще Самослаб просто налево ушел И ребята За ним решили Правый поворотник покажу Самослабо по работе Тут грузиться или разгружаться пошел Так, аккуратно Аккуратненько Ух, тут все стоит Вообще жесть Тут еще и пыль Мы едем, пыль столбом Видите, вон люди с открытыми окошками сидят Вот что тут творится Короче, это место надо ночью проезжать Обратно, когда пойду, подгадаю Чтобы ночью, короче, здесь проскочить Смотрите, как все стоит Огромная пробка Поезда часто ходят Если бы не поезда, конечно, бы рассасывались побыстрее Ни конца, ни края не видно Я уже, ребят, камеру выключаю Что, думаю, вам смотреть-то на эту пробку Ну, блин, решил еще включить Потому что она просто не кончается Все стоят ремонт Как бы сделаю, то, конечно, все хорошо будет И город быстро объезжают И на переезде ремонт сделают Побыстрее все это проходить будем Ну, в данный момент здесь задница Что-то капот открыл ТО уже, наверное, делают Да, это надолго Они вообще тут надолго Но у нас так же, как бы А проезжают, ну Бывает, вообще, две машины проскочут Все, переезд закрывают Стоят минут 15-20 Потом открыли переезд Опять там машин 10 прошло Опять поехали Паровозы Просто стоят Все, мой мужик уже Из окна вывалился И, конечно, еще погодка такая Как бы жарит 22 градуса Сентябрь месяц Парни, это просто коровы Подъезжая, ребят, к Красноярску Хочу остановиться Помыть лобовое стекло Щетками не мою Как бы, не знаю, вида нет Но оно просто все умотанное Оно все в мухах Я утром сегодня мыл Но вот Температура-то 20 градусов У меня было 23 Все эти мошки Еще не замерзли И вот оно все грязнущее Просто жесть Вот сейчас, ну-ка, на свет машина проедет Навстречу, посмотрим Может быть, лучше видно будет Оно, как бы, я щетками не мою Чтобы не размазывать Оно вроде видно Как бы, все нормально Даже, как бы, вообще хорошо видно Но не знаю, что-то решил Становиться Помыть Хотя, вот, очень хорошо видно Что не размазано А если щетками не начну мыть Хотя у меня там флэри много налит Он чистенько, хорошо моет Но разводы один Один фиг будет, разводы Так что сейчас приторможу Все, помыл окошко Чистенькое Ну, окошко, стекло Лобовое Все чисто Прям обалденно Не так глаза напрягаются Кстати, зрение очень портится Особенно, когда вот ночью ездишь В темное время суток Обязательно ночью в темное время суток Очень, конечно, глаза напрягаются От этого портится зрение Лучше, чтобы всегда Чисто Стекло было Всем доброе утро У нас раннее утро Еду Где-то перед Каннском Ничего не видно Туман Оп, машинка стоит Короче, еду очень аккуратно Не торопясь Потому что туман густой Местами получше Местами прямо око Я знаю, что на камеру Он не передается Так туман Можно даже Лучше ехать через телефон Да, смотреть, наверное Вот Я не знаю, почему такой эффект Но когда вот Я сейчас, допустим, снимаю Потом буду смотреть По-любому нормально будет видно А вот я еду Мне вообще ничего не видно Ну, короче Внимательно очень едем Раннее утро Еще все спят Я пораньше выехал Чтобы Каннск Быстрее проскочить Да проснулся просто Думаю, ну ладно, что лежать Выспался даже На улице у нас Два градуса Плюс Прохладненько так Как бы снег не пошел Вообще ничего не видно Главное не торопиться Ехать спокойно Быстро не ехать Чтобы сюда мог Резко остановиться Навигатор включенный У меня, чтобы видеть Заранее повороты А так все в порядке Пробираемся Потихонечку Рация помогает Рация всегда включена Должна быть В таких тем более условиях Конечно машин еще мало Но все равно В молоко въезжаю Придерживаем чуть-чуть В низинку спускаемся Там туман Раз повыше поднялся Хорошо Прям я вижу Границы этого тумана Так подъемчик Что-то пошел Ну непонятно Подъем Спуск Прям слой такой Так ладно Придержим чуть-чуть Смотрите Ребят Прям сейчас Вообще Прям в молоко Заедем Наверняки Спускаюсь Туман Туманище Будет Сейчас у нас Круто Вообще Прям в молоко Наверняку Прям в молоко Прям в молоко Держиваем Круто Тут 6 процентов надо брать разгончика, на встречу фары тоже идут, одни и видно полосы в подъем у нас, сейчас наверх поднимемся, там будет все хорошо, вот уже хорошо видно, блин тут что-то с каждым разом она все хуже и хуже становится, что-то то ли пытались посыпать, то ли что, короче камни, это возят самосвалы, камни валяются, смотрите какие скальник прям какой-то, колеса бы не оставить здесь, ну тут видать что-то самосвалы возят наверно, вообще видали булыжники какие лежат, Короче парни, еду, мучаюсь, не пойму, как-то она, накат у нее не такой стал, она не так катится, она с горки даже, на спуск иду, что-то она как-будто скорость даже не набирает, а как-будто даже притормаживает, сложилось такое впечатление у меня, короче что хочу, хотя бы проверить давление колеса, понятно что все горячее, хотя бы равномерное, неравномерное посмотрю, на взгляд нормально все, не пойму, но это точно мне не кажется, это я прям заметил, и еще кстати такой момент, на переезде стоял, машину глушил, потом запустил, она так хорошо поехала, как обычно, нет, нормальное давление, на горячую около десятки, завтра на холодную проверю, я думаю, можно будет подкачать чуть-чуть, все равно похолодало, давление сжалось, что за ерунда, ну да, вот кстати, после того, как я ее загушил, потом на переезде-то, запустил заново, поехал, блин, она легко пошла, ну как обычно, потом раз опять я почувствовал, как будто кто-то за жопу держит, короче, еще раз, надо будет подкачать, ну вот сейчас стартанул, да, то есть после перезапуска, ну вроде идет, ничего, нормально, бывает потом раз, что-то вот так вот произойдет, ничего как бы такого, просто так же еду, но раз, тяга пропала, она прям еле-еле заметна, она вроде едет, да, но все равно что-то не то, она вот с горки, я замечаю, что ее, как будто кто-то за жопу прихватывает, и в ней приходится педаль больше давить, может ветер поднялся сильно, ну блин, не знаю, ну прямо ощущение есть, что что-то не то стало, вот сейчас я вот перезапустил, вот нормально она катится, да, вот сейчас на спуск пошел, вот она набирает, как бы, мало-помалу набирает, а бывает, раз, и вот она на спуск, она вот вроде спуск идет, да, она как-то чахнет, не то, что чахнет, одну скорость держит, потихоньку набирает, ну короче, мне вот, мне это заметно, смотрите, ребят, дорога, да, какая, шух, шух, вообще прикольно, красиво здесь очень, да, я уже в Иркутской области, конечно, здесь очень красиво, очень-очень, здорово, что, ребят, осталось мне где-то 250 километров до Иркутска, выгрузка только завтра, уже так еду на полусогнутых, шибко не тороплюсь, все хорошо, успеваю, но лишь бы ничего не случилось, вечереет как раз, хочу подобрать такой момент, чтобы в Иркутск зайти уже, когда, уже, ну, вечер будет глубокий, часов в 11, чтобы беспрепятственно, без пробок зайти, добраться до места и все, и вставать отдыхать. Завтра меня выгрузят на одной точке, потом нужно будет переехать на другую точку, там выгрузиться. Ну и будем ждать заявку от нашего логиста, куда поедем дальше. Говорят, короче, на Култуке землетрясение было, и вот ребята мне написали в комментариях, что Култук-то сейчас маленько пострадала сама дорога, интересно, конечно, посмотреть, что там. Там то снег выпадет, тут на днях тоже ребята видео скидывали, снег выпал на Култуке, у нас середина сентября, такая середина, конец сентября уже, сегодня, по-моему, 22 число, да, сегодня 22 число, у меня же день свадьбы сегодня. Три года, как я женат. Вот, так что, такие дела. Интересно, что там с Култуком случилось. Короче, двигаемся, погодка класс, природа класс. Дорога класс, всё-всё нравится, всё классно. Конечно, горная местность, я как бы, ну, с пережогом иду, понятно. Вот такие дела. Отпускаем горняк, и погнали, 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 скорость набирать. Всё, ограничитель сработал. Образцовое вождение, говорит. Ну, не всегда получается. Бывает, блин, копишь-копишь баллы, допустим, за предвидение, и как встанешь за кем-нибудь, ну, на обгон, раз, два, три, там выглянешь, всё, до свидания. Баллов 20 улетит у тебя. А добавлять встань по чуть-чуть, там, по три, еле-еле. Бывает, пять звёзд даст, но циферка не добавится. У нас ямочки, чуть-чуть, бровки прижались, чтобы колёсами не долбить по этим ямкам. Главное, обочину не цепануть. Ну, я как бы чувствую. Уверенно едем. Никому не мешаем. Мне чем нравится эта дорога? Неплотное движение, суеты нет. Есть ремонты, ну, такие ремонты, знаете, там, три минутки постоял, погнал. Да, есть ЖД переезда, сейчас тоже стоял минут, ну, 30, наверное. Но это, знаете, это вообще, фу, по сравнению с тем, что там в Центральной России творится на ремонтах, там, по два, по четыре часа стоишь. Так что, да, всё, здорово сюда ехать, что не такой кипиш, короче, суеты нет. Едешь спокойно, и вот, видите, как бы еду. Я уже давно еду один в эту сторону. Меня никто не догоняет, я никого не догоняю. Как бы, примерно, грубо говоря, у всех фур одна скорость. Вот, и, ну, растянулись вот так вот. Маленькие, да, маленькие фу, 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 гоняют. Ну, маленькие, кто что, беспрепятственно тебя обходит, им даже не мешаешь. Потому что, видите, не такое плотное движение. Посёлок Тельма. Перед Иркутском, вот, уже буквально 70 километров не осталось. Смотрите, да? Как красиво. Как светится. Блин, просто огонь. Очень красиво. Так, человек там у нас что-то бегает на дороге. Здесь, кстати, кому, если надо, есть банкомат. Вот, с левой стороны. Где-то здесь. Где-то так. Я, ребят, в Иркутске. Заехал в Иркутск. Всем огромный привет, кто с Иркутска. Короче, двигаемся. Вопрос у меня тут возник. Мне нужно будет через реку вот здесь перебраться. Можно, либо нет. На Витал, короче, что-то меня послал. Всё, не хочет он работать. Не может... Маршрут не может быть построен. И другие соседние адреса водил, не работает. Ну, сейчас подъедем. Там я уже ездил по этой улице. По вот этой улице я уже ездил. По трактовой. Тут выгружался где-то в этом районе. Здесь как бы грузовые ходят. Ну, сейчас доедем. Там посмотрим по рации, по кричи. Да, я думаю, можно. Ох, какие лежачие. Я думаю, можно. Через реку будет перебраться. И всё, через реку проезжаю. Я тут мне чуть-чуть. И уже приедем до места. 12 километров осталось. Вот такой вот город Иркутск. Темно, ничего не видно. Но мы здесь. Время 10 доходит. Тут пробка такая была. Я когда ехал, разглядывал. Куда мне нужно. Пробка была через реку. Она сейчас рассосалась. Можно было на стоянке остаться. Я тут знаю, стояночка есть. Прямо в город заезжаешь с левой стороны. Но думаю, ладно. Пока город свободный. Дорогу как бы не знаю. Половину знаю, половину не знаю. Вот. И доеду до места. Там уже буду отдыхать. Так, выходим на трактовую улицу. Направо. Вон за машинками. И вот сейчас нам куда-то туда. В сторону центра. Сейчас прямо по этой улице едем. Я здесь уже был. Я уже здесь ездил. Но, повторюсь, выгружался я до реки. Так, левый поворотник. Что у нас там? Свободно. Пазик давай. Я пошел. Три полосочки. Ну и правая узкая здесь. По серединке поеду. Тем более, как бы движение, ну, не плотное. А можно и по правой пойти. Просто пол машины будет у меня торчать. Там ветки. Да что здесь? Бордюр рядышком. Прям неуютно так себя ощущаешь. На фуре. Да, должен пройти. Там, в принципе, фуры-то проходят. Принял. Спасибо большое. С него какие? Взаимно. Ну, короче, парни по рации говорят, проеду. Фуры гид ходят. Ну и все, значит, едем спокойно. Раз фур уходит. Просто навстречу нет фуры ни одной. Сейчас машинка пройдет. А он поворачивает как раз. И мы зайдем куда-то туда мне. Леруа. Куда-то за него. Короче, ребят, скажу вам по секрету. Стоял там знак. 17 тонн. Ну, блин, всю рацию скричал. Так. Мне... А, нет, что... Зачем ты поворотники, Саша, показываешь? В заблуждение вводишь людей. Короче, проехал я по этому мосту. Штрафец-то не маленький. Обошлось. Я, короче, посмотрел, надо было с другой стороны просто заехать. И, по-моему, без проблем, без всяких мостов. Ну, ладно. Будем знать, что мост не падает, когда идет фура, груженная 20-кой. Короче, куда-то сюда мне. Чувствую, я на территорию не заеду. Так, скамейка. Стоит фура. Значит, тут, в принципе, можно... Ну, если что, на территории Леруа-Мерлен там встанем где-нибудь. Может, и заеду. Я, блин, косяк тоже накосячил. Ну, как накосячил, забыл спросить. Сегодня созванивался с выгрузкой. Мне каждый день звонили, спрашивали, где я езжу. И вот не уточнил, можно ли будет на территорию заскочить к ним. Так, вот сюда нам налево, да? Ну, фура стыдит, значит, я приехал правильно. Что с зданием случилось? Горело, что ли? Так, это два, что-то не вижу. Глаза слезятся. Ну, мне, скорее всего, он в тот какой-нибудь ангар надо будет. Мы завтра вот так вот, если что, назад сдадим. Развернемся вот так вот сюда, выпрямимся. И затолкаем. Такие дела. Ну, все, ребят, будем отдыхать. Сейчас узнаем, на что. На территорию заехал даже. Все, за воротами, под камерами. Спокойно отдыхать нужно. Все, спокойной ночи все. Спокойной ночи. Я на месте. Все, по-русски. Новый год. Я на месте. Эти, по-русски. Продолжение следует...